В эфире программа «Тема в деталях». Сегодня в студии работаю я, Ольга Максимчик. Всем добрый вечер. В Беларуси реализуется программа «Заботливая поликлиника». Цель программы – создать новый облик городского медучреждения и особенную комфортную среду для каждого пациента. О реализации программы в городе Гродно говорим с руководителем учреждения, одним из участников программы, Ларисой Ивановной Кучук, главным врачом городской поликлиники номер 4 города Гродно. Добрый вечер. Добрый вечер. Лариса Ивановна, если говорить о целях и задачах проекта «Заботливая поликлиника» и реализации этой идеи, этой программы на базе городской поликлиники номер 4, то какие в основе лежали идеи и как реализация идет сейчас, на данном этапе? Главная цель этого проекта – это повышение удовлетворенности пациентов качеством оказания и доступностью, порядком оказания помощи в амбулаторных учреждениях города. Иными словами, мы хотим взглянуть на этот проект с точки зрения пациента. Вот как пациент видит работу медицинского работника сразу с порога учреждения. Мы хотим создать абсолютно доброжелательную, благоприятную среду для пребывания пациента в наших учреждениях, чтобы он меньше времени тратил на очереди, на возможность ожидания попасть в поликлинику. Но в конечном итоге мы это время сохраняем для работы с пациентом. Мы направляем свои усилия, чтобы обеспечить максимально возможное количество времени из времени врача с работой пациентом именно на непосредственно его контакты. Хорошо, Лариса Ивановна, на данном этапе в целом о каком количестве пациентов речь идет, кто ваши пациенты поликлиники номер 4? Поликлиника обслуживает порядка 50 тысяч населения, в том числе и сельское население, и детское население на районе. В городе у нас есть особенность по нашей поликлинике. Каждый третий наш пациент – это человек больше старшего возраста, пожилого возраста. Это тоже накладывает отпечаток на характер оказания помощи. Таким людям нужно еще большее внимание, еще большее забота о них. Поэтому поликлиника достаточно имеет нагрузку. При фактической мощности 700 она в день принимает 950 человек в смену. Мы работаем очень интенсивно. А каким штатам сотрудников располагает поликлиника? Штат сотрудников насчитывает 484 сотрудника. Из них 131 врач, порядка 200 средних медработников, ну и обслуживающий персонал, младший персонал поликлиники. Мы оказываем помощь по 27 специальностям в поликлинике, в том числе из хирургических специальностей порядка 7 терапевтических. У нас специальностей достаточно много. Ну и у нас есть врачи диагностической службы, лабораторной службы. Следует сказать, что специалисты высококвалифицированные, имеют высшие и первые категории. Поэтому качество помощи на достаточно высоком уровне. Лариса Ивановна, мы говорим с вами о терапевтах, подразумевая поликлинику. А есть ли на вашей базе и приемы узких специалистов? И кого мы имеем в виду? Конечно. У нас поликлиника в том числе ведет прием по специальностям не терапевтического профиля. Это врач-хирург, врач-онколог, офтальмолог, отоларинголог, гинеколог и некоторые другие. Есть у нас некоторые проблемы на сегодня с врачом-урологом, но мы их решаем. Следует сказать, что поликлиника переживает бэби-бум, как и ряд других учреждений. 80 наших сотрудников на сегодня – это молодые мамы и ухаживают за своими детками, находятся в декретном отпуске. И поэтому нам оперативно нужно перестраиваться и в том числе решать так проблему, чтобы это не сказывалось на качестве оказания помощи. Лариса Ивановна, если мы говорим с вами о терапевтах и узких специалистах, правильно ли будет сделать вывод, что время, отведенное на прием одного пациента, разнится? И если мы говорим об этом времени, наверное, самый интересный вопрос в нашей беседе – сколько минут отведено на каждого пациента на прием и на что оно в идеале тратится? Нормативно определено время, конечно, для приема пациентов. Это примерное время, которое должен врач использовать для того, чтобы обслужить пациента. Потому что цель визита может быть иная. И эту цель визита мы стараемся сразу же из регистратуры структурировать. На это и направлена часть программы данного проекта. Заботливая поликлиника. Чтобы определить вот эти направления пациентов. Если нужна неотложная помощь, экстренная. Если это предварительно записанный пациент. Если это повторный пациент, скажем, на прием он приходит повторно. От этого тоже зависит время приема. В среднем оно колеблется от 10 минут до 20 минут в рамках врача общей практики. При повторном визите 18 минут. Мы понимаем, что этого очень мало для того, чтобы осмотреть пациента, собрать его жалобы, назначить диагностические обследования, назначить лечение. В том числе в это время, доктора, входит и информация для пациента о здоровом образе жизни, о физических нагрузках, о правильном питании, о возможных выявлении факторов риска и как этого избежать. То есть очень большая программа. Поэтому работа доктора очень интенсивна. И если мы говорим с вами об узких специалистах, время разнится? Конечно. На профосмотры несколько выделяется по времени. Меньшее количество времени, скажем, до 10-12-8 минут. Это хронометрируется. И в каждом учреждении есть возможность регулировать так или иначе это время. Но если предполагается оперативное лечение в амбулаторных условиях, на это выделяется тоже часть времени врача. Почему так много мы говорим о этой категории времени? Да потому что время именно и влияет на то, что пациент приходит к назначенному приему, а врач еще не может освободиться, потому что у него сложный пациент на приеме, какое-то осложнение заболевания, консультация необходима. И мы надеемся, что в рамках этого проекта мы в том числе и будем объяснять эти моменты и регулировать их на месте, чтобы все-таки врач укладывался в положенное ему время. Хорошо. А если мы говорим о проекте «Заботливая поликлиника», что изменилось с его стартом и стартом этой программы для вашей поликлиники, может быть, так, для пациента и для врача? Уже сейчас что реализуется? Ну, здесь тоже я хочу подчеркнуть, что мы на абсолютно скорый результат и итоговый, разумеется, так быстро рассчитывать не приходится, потому что тоже на все нужно время. Но вместе с тем я хочу подчеркнуть, что уже в условиях начала проекта мы стали меньше получать жалоб от пациентов, негативного такого вот посыла. Мы сегодня разместили в учреждении, в регистратуре, в отделениях нашего учреждения интерактивные доски, на которых пациенты выражают свое мнение. Там есть и замечания, и очень положительные отзывы. И это в целом очень структурирует, скажем так, всю обстановку в учреждении, когда приятные слова написаны для доктора. Если это замечания, мы оперативно реагируем по возможности. Некоторые оставляют даже свои e-mail, записи. То есть налажена обратная связь таким образом пациента и доктора. Ну, можно ли сказать, что заботливая поликлиника затронула все абсолютно этажи вашего медучреждения. И начиная с работы, работа с пациентом, с регистратуры, как изменился порядок работы, как изменился порядок работы в регистратуре? Кто встречает пациента на первом этаже теперь? Ну, вы знаете, именно регистратура в первую очередь почувствовала, скажем, реализацию этого проекта. Потому что регистратура, ну, не будет секретом, это лицо учреждения. И там работают люди, которые имеют первичный контакт с пациентом. Следует отметить, что в штате регистратуры работают люди не с медицинским образованием. То есть допустимо не медицинское образование. Это и, скажем так, усложняет нашу задачу, потому что мы с ними проводим очень много учебных занятий, тренингов, направленных на то, как встретить пациента, как с ним разговаривать, что у него спросить, как ответить, чтобы, во-первых, выяснить у пациента основную цель его визита, а зачастую он даже может ее и сложно нам охарактеризовать. Для этого нужен опыт, чтобы понять все-таки, по какому вопросу пациент обратился. И для этого у нас на сегодня есть уже указатели из регистратуры. Если команда наших сотрудников в целом понимает, что нужна экстренная и неотложная помощь, это безоговорочно. Пациент направляется в сопровождение медрегистратора в специальный кабинет на базе отделения дневного пребывания, где ему оказывается доктором в полном объеме, в две смены. Такая помощь. У нас основная запись на прием ведется предварительно. То есть пациент может позвонить по телефону, записаться через интернет, непосредственно обратиться на визит к доктору. Но бывают случаи, когда к нам приходит так называемый неочередной пациент, который не планировал этот визит на сегодня. Но так случилось, что ему нужен доктор, нужна консультация доктора именно. И регистратор должен, задав вопросы пациенту, выяснить эту причину. И у нас с 1 февраля открыт и работает кабинет дежурного врача. Но в обыденной жизни пациенты наши, и мы уже, в общем-то, к этому привыкли, называем кабинет внеочередного пациента. Скажем, пациент выписался из стационара. Его должен осмотреть доктор. Но в данный момент у доктора есть уже другие пациенты. У участкового терапевта, допустим. Да, да. Поэтому эту задачу сегодня решает данный доктор. У пациента, скажем, ему что-то стало непонятно. Именно вот сегодня по приему лекарства что-то случилось не так. Ему надо уточнить дозировку. У доктора есть полная база всех наших пациентов по территории обслуживания. Врач может открыть базу эту электронную, поднять электронную карту пациента, осмотреть его и решить этот вопрос. И тогда прием всех остальных наших пациентов по обслуживанию никак не будет нарушен. Хорошо. А кто такой новый специалист? И новый ли это специалист, дежурный администратор? Дежурный администратор – это сотрудник наиболее опытный из числа медрегистраторов. И его рабочее место, скажем так, смещено по территории обслуживания поликлиники. Он сегодня у нас располагается на третьем этаже, там, где находится наибольший поток пациентов, во все кабинеты лечебные и диагностические. Этот администратор, он решает абсолютно все справочные вопросы. В этом месте вы можете получить электронную карту для выписки рецептов. Он отвечает на те запросы пациентов, которые возникают по ходу маршрутизации этого пациента, данного пациента. Кто-то не знает, как попасть в этот кабинет, кто-то утерял выписанные анализы. Чтобы не загружать прием врача, этот регистратор абсолютно оперативно решает все вопросы. К тому же мы подключили такой момент, чтобы отзванивать пациентам накануне визитов. Особенно это касается диагностических моментов. Скажем, запись на УЗИ на завтра, этот регистратор уточняет, сможет ли пациент и будет ли он прийти на завтра, и мы его ждем. Потому что зачастую бывает так, что пациенты записаны, но по той или иной причине они на это время прийти не могут. В будущем мы планируем, в будущем, конечно, вот это уточнение визитов осуществлять не только по диагностическим направлениям, лабораторным, а даже по визиту к доктору. Спасибо вам огромное за интересную беседу. А с нашими телезрителями я прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова